Всем привет, с вами Милоградка, мне сегодня мы поиграем в игрушку под названием Кайтан Гоусли Роуд. И, соответственно, наливаем чайку, саживаемся поудобнее, сегодня у нас будет, наверное, атмосферненький контент, я ничего не знаю об этой игрушке, практически, только посмотрел скриншоты. В общем, мне порекомендовали её пройти, и вообще, в принципе, порекомендовали эту игрушку, поэтому вы её сейчас видите. Если хотите, чтобы я прошёл какую-то вашу любимую игру, то пишите в комментах смело, я спокойно её наверняка запишу. Только вот, правда, вопрос времени, когда именно, вот это мне довольно-таки давно посоветовали, но вот руки только сейчас дошли. Но, собственно, неважно. Короче, с перевода на русский эта игра что-то означает «призрачную дорогу» либо «призрачную долину», типа «кот и призрачная дорога». Вот как-то так, по-моему. Ладно, давайте начнём тогда игру. Я не знаю, что за новая игра, я не начинал даже эту игру. Давай играть нажмём. Чё будет? Где-то в горах. Утихо, господи. Нужно идти вперёд. Я иду второй день, а метель всё не истихает. Дорогу я потерял давно, но возвращаться назад уже поздно. Утихо, господи. Котик. Так. Это после такого знатного бухича, походу. Котик пошёл обратно. Но чё-то как-то не очень. Так чё это такое? Это тут раньше были поля, пшеница причём? Странно. Почему оно тут вообще выросло прям даже? А, нашёл. Ну, хотя чё-то не... Ладно, я в этом не разбираюсь, поэтому ладно. Так, мне это закрыть надо. Да, тут нужно закрывать диалоги. Окей. Назад? Назад я могу идти. Так, котик ходит просто. Он просто ищет. Кот, да ладно, всё, не будем. Давайте туда пойдём. В смысле нет никакого назад идти. Хотя, возможно, там какая-то будет пасхалочка, я не знаю. Так, мы нашли чью-то деревушку. Кот, подожди. А вдруг там тебе это... Это же подожди. Хотя, ладно, не будем. Так, ладно. Да и господи, он уже даже шатается. Ой, всё. Я больше не могу идти. Ой, да ладно тебе. Алё. Моих сил хватит только на то, чтобы позвать на помощь. Давай, ори. Ори. Давай, мяф. Алё. Алё, гараж. Иди с... Где будет? Тут даже есть озвучка, слушай. Ну, практически. Ё, сюда какой-то шалтай-болтай вышел. Подожди, монах, не трогай меня. Мне не послышалось, что... Мне не послышалось, что в ночи кто-то жалобно зовёт на помощь. Бедный кот, не умирай. Тут тоже, кстати. Прошло три месяца. Спасибо тебе, мужик. Вот прям век не забуду. Буду у тебя, ну, около тебя спать. Ну, знай. Я, если что, сам по себе. Я вольный кот. Так, а чё такое? Я чё, где-то должен управлять или чё-то делать? В общем, эта игра наподобие тыкалки. В общем, ты чем... Что такое? А что делать? Кот. Я нашёл тебя в снегу и назвал Янь. Ты даже подожди, какой Янь? Ну, хотя ладно, хер с тобой. Буду знать, что я теперь Янь. Ты молодец, откликаешься на своё имя. Я всегда хотел посадить перед домом Сакура, чтобы она цвела весной. Сейчас весна, самое время посадить дерево. Пойдём со мной. Ну, хотя бы спросил у меня. Хотя, подожди, он не спросил у меня. Так, не понял. А, я с деда играю. Э, в смысле? Я думал, что я кот. Ну-ка. Я нашёл тебя. Да-да-да-да-да-да-да. Понятно. Всё то же самое, читай. Это окей. Ну, чё, пойдёшь со мной? Ну, блин, я думал, что я за кота буду играть. Лучше всего посадить Сакуру перед домом. Перед это где? Где тут перед, где тут зад? Ну-ка, подожди. Так, подожди. Если я правильно знаю, вот это лес. То есть, получается, это изба на курьих ножках. К лесу передом, ко мне задом. Задом это чтобы зайти. То есть, получается, вот тут вот лес. Это перед, а это зад. Всё понятно. То есть, получается, он куда-то вот сюда вот кучу посадит, да? Тихо, господи. А русские сказки, они всегда тебе... Ой, я беру здесь чистую воду. Янь, ну ты не урчи. Подожди. Пустое ведро из бамбука. Вообще, на самом деле, у него должен быть другой какой-нибудь голос. Это же практически старец, хотя я не такой прям седой. Ну ладно. Подожди, а ты взял? Ну-ка, на-ка. Ведро взять. Наполни его. Можно полить этой водой землю под Сакурой. Да ладно! Ты налил? Ты пролил? Я не понимаю, что ты сделал. Ладно, давайте попробуем ещё. А, вот Сакура. Молодой саженец Сакуры. Так, и Сакура, получается, нужно взять и посадить. Да? Сначала нужно взрыхлить почву. Ээээ, руками так давай, чё? Ну ладно, бери тяпку. Мотыга. Прям мотыга даже. Теперь можно посадить саженец. Да давай, давай, давай. Чё, я тебя понял. Чтобы дерево прижилось, нужно поливать его и заботиться о нём. Тогда мы увидим первые цветы уже в следующем году. Так, подожди, ведро полить. Теперь можно отдохнуть в доме. А ведро зачем я взял? А, я полил, типа? Окей. Ну ладно, идём, чё. Это же ночью. Дом уютный и спокойный. О, подожди, я за коты играю. Так, не понял. Знаешь, что я тебе скажу насчёт твоего светильника? Так, он мне мешает спать. Не понял. Ой, я его реально могу выключить? Серьёзно? Не шали, мне нужно дорисовать чё-то там. Не шали. Не понял. Я? Я вообще самый честный кот. Выруби свет, я хочу поспать. Ты прикалываешься? Оба. Вот я тебе говорил, надо выключить. Что случилось? Это всё твой... Это всё твой вот это вот херня. Человек не видит опасности. Буду бодрствовать, пока злой дух не уйдёт. А, так, вот оно что. Все коты такие. У тебя вот, блядь, чё такое? Мои глаза закрываются и тело стало тяжёлым. В смысле? Коты? Э, алё. Старик. 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 Минус старик, чё-то могу сказать. Меня охмурили. Меня охмурили вот этой вот хернёй. Что-то я устал. Наверное, нужно заварить травяной настой, чтобы не заболеть. Ну, да блин. Я уснул, и что-то случилось с мастером. Он спать лёг. Э, алё. Мастер заболел, мне надо ему помочь. Я уверен, что виновата то чудовище, которое я видел перед тем, как уснуть. Серьёзно? Уключаем свет. Или включаем. Так, нет. Чтобы тут ничего не случилось, пока меня тут нету. Очаг. Чайник. Чашка для чая. Кисти для рисования. А чё ты ещё умеешь? Эрисовая бумага. Э-э-э. Ну ладно, а чё такое? Цапля среди лотосов. Ммм, нихера себе. Горный пейзаж. Мастер красиво рисует бамбук. А это? Цветущая сакра. Ой, господи, кот учёный над цареверчёный. Мастер заболел, так, это я понял. Так. Ну что, идём спать на чердаке. Некоторых призраков и демонов можно увидеть только с помощью особого зрения. Я могу видеть их, если захочу. Коты, чё-то у тебя какая-то это... Блин, он такой грустный. Ну тут по картинке, если его так вот прикрыть, то он достаточно грустный выглядит. Е. Старик. Ты что, из-за России? Так, подожди, закрывай глазки. Здесь много старых вещей. Мне интересно. Это пустая сломанная корзина. Старинный латунный чайник. Изготовлено для сна. А, типа сюда кладут эту подушку какую-нибудь из сена. Не ложатся. Окей. Так, ладно. Чё такое? Открываем. Подожди, пока я не хочу с этим стариком общаться. Я тут точно? Старый запертый... Старый запертый сундук. Я не могу его открыть. Я никогда не видел этот кувшин. Откуда он взялся? От него исходит зло. Эти ящики не отпираются. Замки заржавели. А ящики разбухли. Не думаю, что мне нужен... Не думаю, что мне нужен ключ от комода. Ситеряй. Ну, лад. Так, ладно. Так уж и быть. Здорово. Наконец-то ты нас заметил. Здравствуйте. Что происходит? Что происходило? Не происходило ли что-то странное в мире духа в последнее время? В мире духа все странно, но ты прав, кое-что случилось. Была гроза и неожиданно откуда-то упал древний сосуд. Мы даже не знали, был ли он на чердаке раньше, так как не замечали его. Из него выпался опасный демон-призрак, похититель душ. Мы думали, что он уничтожит нас, но он сразу исчез. Я благодарен тебе за то, что теперь во мне не живут мыши, поэтому я рад помочь. Теперь я знаю, что случилось с художником, но как мне помочь ему? Тебе нужно догнать демона и забрать у него душу, твоего друга. Для того, чтобы попасть в мир духов, нужен особенный ключ. Уважаемый призрак, а вы видели здесь какого-нибудь, какой-нибудь ключ? Нет, здесь я никогда не видел ни одного ключа. Ведь ключ это просто слово, ключ может быть не только от замка. Ну, от замка. Замка. Я должен продолжить искать. Так, ладно, как я понял, я должен... Опа! Народ, а вы это, смотри, угоряете, да? О, а чё это такое? Я не могу это достать. Мы не дадим тебе ничего с этого чердака, убирайся. В смысле? Мне надо заполучить ту вещь на балке, она может оказаться важной. Я могу вам кое-что отдать взамен на ту вещь? Не думаю, что у тебя это получится. В смысле ты не думаешь? А так и подумай. Мы не дадим тебе ничего с этого чердака, убирайся. Я не могу взять серьгу. Мне не во что её положить. Так. Это тыкалка и головоломки, как я понял, да? Красивый швелковый мешочек. Люблю предметы без труда. Любые предметы помещаются без труда. Короче, понятно. Это, в общем, мешочек, куда мы будем класть всё самое нужное. Серега призрака. Мы не дадим тебе ничего такое, убирайся. Так, возьми серьгу, слушай. Дама, успокойся и возьми эту херню. Хорошо, забирай эту печать и выходи. Да ладно. Может, ты мне... А, всё, окей. Я уже думал, что ты хитро выделенная. Спасибо тебе. Это именная печать. Мастер ставил эту печать на свои картины. В следующий раз я тебя насру куда там. Куда тебе можно насрать? Вот прямо на эту верёвку. Чтоб... Ой. Носу туда, точнее. А то ишь такие злые, я не понял. Ублэт. Я тут... Я тут вообще-то хозяин. А вы просто тупо тусуете. Так, подожди. Что это такое? Именная печать художника. Ну, кстати, из нефрита, по-моему. Или подожди. По-моему, это нефрит. Очень прикольная тема. Её в Китае очень хорошо ценят. Смотри, что у меня есть. Наконец-то ты на сам виден. Да ладно, я тебе просто похвастаться захотел. Всё, я не хочу вас больше видеть. До свидания. Так. В комнате. Ну, тихо, господи. Ну, тут ничего интересного нет. А что это такое? Цапли среди лотосов. Мастеру нужно лекарство, иначе он умрёт. И чё за лекарство-то? Я пока не могу уйти. Цапли среди лотосов. Как я хотел бы оказать это с мастером в этой картине. Там всё спокойно и красиво. Нет болезней и невзгод. Я не понял, а чё я сделал? Почему ты херня горел? Цапли среди лотосов. Алло. Коты. Ну, цапли среди лотосов. Ну, окей. Я не могу пока уйти. А, мне нужно вылечить мастера. Да? Вы это хотите? Ну, лови печать, я не знаю. Как я понял, я буду путешествовать по картинам. Ладно. Могу я куда-то в другое место уйти? А что я ему приготовлю-то? Я не понял. Слушай, коты, я чё-то тут не сделал, что ли? На чердаке. Я могу только на чердак. Окей. А, ну вот, я собираю. Понял. Ну, в общем, короче, тут нужно всё проверять. Чтобы не обломаться, да? Ну, ладно, хер с ним, чё. Я не думаю, что у призраков сейчас что-то будет мне стоящее нужное. Мы уже всё это сделали. Сейчас просто тупо проверим, чё ещё можно. Хотя, скорее всего... А, это эти ш... Эта херня, это понятно. Тут никто больше нового не появился. Ну, это они всё тоже и сами будут говорить. Так что, ладно. Всё, я пошёл. Не урчите там только. Так, в комнате-то мы знаем. Так. Ароматные сушёные цветы и травы. Из них можно заварить полезный для здоровья чай. Давай-давай. Если мастер пройдёт сибуа, то подумай, что сам успел заварить лекарства. Я ему должен дать или что? Не знаю, что произошло, но ладно. Внутри картина. Наверное, демон ушёл этим путём из нашей комнаты. И у неё с душу художника. Некоторые предметы можно совмещать. Я могу делать это прям в мешочке. Какой я молодец, однако. Здорово, жабка. Добрый день. Могу я взять монетку? Нет. Слышь? А если так? Могу теперь я взять монетку? Нет. Ну ладно, чё могу сказать. Совместить принято. Хотя подожди. Ну вот, жаба и цапля появилась. Окей, чё могу сказать. Да? Хилить. Синное гнездо. Осы сильно гудят и стучат по стенкам улья. Как ты это всё уместил? На лови. Не хочет. Ну ладно. Черептицы. Цапли, наверное. А, это типа подсказка то, что цапля уже умерла. Здесь поселился злой призрак цапля. Раньше на лотосовом пруду люди устраивали праздники. Играли музыкальных, наиграли на музыкальных инструментах. Цапля думала, что праздники устраивает в её честь. Когда же праздник прекратились, цапля расстроилась и умерла. Теперь ей нет покоя. Она приходит сюда каждый день и униносит нас с собой в мир призраков. Оттуда нет возврата. Я попробую тебе помочь. Нужно развеселить дух цапли, чтобы она была спокойной и довольна. Слушай, ты угораешь, что ли? Призрак цапля. Чем я её буду веселить? Я сам по себе весёлый котик. Просто подними лапку и всё будет нормально. Оба. Шаман. Так, бубенцы. Старый расколотый барабан. Барабан не играет. Может потому что на него нужно пробарабанить? Так, здесь поселился, это я понял. Слушай, чувак. Здорово. Здравствуй. Зачем ты пришёл в потусторонний мир? Я ещё демона похитившего. Душу моего друга. Вы его, в случае, мне видели? Видел. Но здесь ты не сможешь его догнать. Он переплыл через море с водяным. Водяные затягивают под воду живых, чтобы освободиться от проклятия. Их дух освобождается, а место водяного занимает новый утопленник. Я встречаю гостей из мира живых и продаю им вещи необходимые здесь. Тебе они тоже понадобятся. Приходи, когда будут деньги. Так. Кувшинка, сундучок, нефрит. Или это не нефрит, это как-то по-другому называется. Если я вспомню в следующей серии, то я вам скажу, как эта штука называется. Ладно. Так. И что, всё, что ли? Посмотри, у меня есть барабан. Кот, кот, куда? Подожди. Инь. Слушай, а игрушка-то, кстати, с этими, с полосами я так что заметил. Не знаю, как вам там будет, наверное. Здравствуй, ты хочешь что-то купить? Не, я тебе это. У меня нет денег. Приходи, когда будут деньги. Кстати, а возможно, если я сейчас дам барабан джабке, то она такая, вах-вах-вах, что-то такой крутой. Дайте монетку. Добрый день. Я могу взять монет. Я могу объединять их. Правда, я не знаю, как. Да? Добрый день. Призрак-цапля. Белая глина. А у меня барабан же. Барабан с сосами. Это, наверное, круто. Или нет? Да я понял. Понял то, что он тут поселился. Всё, отстань. Не приставай к коту. Вообще, какого хера это? Жаба, алло, я тебе сейчас съем. Так, подожди, глина. С осами. Играющий барабан с осами внутри. Угорай. Понимаешь, на самом деле это жестокая тема, потому что осы, они это... Совсем там уже поугарали. То есть, прикинь, их закрыли в барабане. Закрыли глиной. Они там пытаются выйти. Но не выйдут никогда. Ладно, всем тем, кто пьет чаек, либо ест, приятного чаепития и приятного аппетита. Слушай, журавль. Призрак цапля. Спасибо тебе. Теперь ты можешь рассчитывать на помощь моей старшей сестре. Охереть, а ты мне помогать не хочешь? Типа, ты мне ничего не должен. А чё за старшая сестра? Это типа дальше, которая должна была быть? Так, подожди. А, старшая сестра. Так это твоя сестра, Лолу. Серьезно? Спасибо, что помог моей маленькой сестре. Возьми в благодарность свою монету. Какая же ты нежадная ты. Однако, у тебя столько этих монет, а дал это мне только одну монетку за спасение жизни твоей сестры. Ну, спасибо тебе, чё. Пойду за эту монетку, куплю себе туалетную бумагу. Чё, у нас же карантин, все дела. Мне, пожалуйста, туалетную бумагу. Мне очень нужен амулет, который сделан... Сделает меня смелым и сильным. Есть ли у вас амулет с тигром? С тигром нет, но есть амулет с драконом. Так нормально. Чё, я буду ещё охереннее? Хотя, подожди, мне нравятся кошачьи. Вот эти все рептилии, они не по моим... Ну, вообще не по мне так. Если ты купишь амулет с драконом, то станешь смелым и сильным, как дракон. Правда, это амулет сломан. Пссс, и ты его продаёшь мне? Серьёзно? А в подарок я дам тебе тыкву-горлянку. Ты угораешь? Серьёзно? Тыква-горлянка, в ней можно хранить воду. Разбитый амулет с изображением дракона. Я бы сейчас был бы сильным и смелым. Но в итоге я не сильно и не смелый, зато у меня есть горлянка. Так, я не знаю, я тебе сейчас её... Я тоже горлянку, блин, продам на суд, да и что-нибудь ещё сделаю. Я ж кутэ. Мне можно. И чё я с этой горлянкой буду делать? Ну, ты угораешь. Ну-ка, починись. Эта сволочь эдакая такая. Ну ладно, хер с тобой. Видимо, я тут уже всё сделал, поэтому давайте в другое место пойдём. На берегу моря. Слушай, а прикольная картинка, однако. Ладно, чё это такое? Две золотые монеты. Раквина-моллюска. И чё, ещё? И чё, всё, что ли? Здорово, рыба! Съешь меня, пожалуйста! Я не голоден. Но почему ты хочешь быть съеденным? Я не могу подняться вверх по водному потоку и стать драконом. А это главная цель жизни всех карпов. Может, я смогу помочь тебе? Чем ты сможешь мне помочь? Просто съешь меня и всё. Слушай, я тебе сейчас дам. Понятно? Съешь меня, пожалуйста. Так, ладно. Есть я его не хочу. О, водяной, здорово. Водяной может быть опасен. Так, а чё ещё? Я тут больше не ищу? Чайки кружат над водой и чего-то ждут. Видимо, ждут карпа. Ну, вот этого. Сосновая смола. Так, а сколько времени? 21 минута. Давайте 25 будем записывать. Так, и всё вот это вот попробуем сейчас объединить, я не знаю. Потому что тут как бы... Ну, это и рандом практически. Так, а вот эту штуку мы можем наполнить? Почему я не могу наполнить её? У меня же кувшинка есть. Засохшая смола. Может, тебе засохшая смола нужна? Не, он чё-то угорает. Я не хочу тебя есть. Алё, я не голодный. Не хочу, не буду. Так, и разбит омлет с изображением дракона. Может, попробуем ему омлет дать? Не, он не хочет омлет. Может, это... Да ты угораешь. Уйди отсюда нахер. Буду я тебе ещё есть. Так. Подожди. Внутри картины. Оттого уже что, не картина была? Некоторые предметы можно совмещать. Я могу делать это прямо в мешочке. Окей, это я знаю, но тут уже несовместимые предметы. Хотя, подожди. Хотя, подожди. Ну-ка, на-ка, давай так вот попробуем. Не? Так, подожди. Я запутался. Так. Не, я разгадаю эту загадку. Это 100%. Мне, наверное, надо... За очень скромную плату я продам тебе лучший товар. У тебя есть деньги? Да. Давай их мне, Нига, и говори, что хочешь купить. Лучший товар. Пустая шкатулка. 10 монет. Распинной. Расписной веер. 5 монет. Четкие. 5 монет. Такова горлянка. В ней можно хранить воду. 4 монеты. Масляная лампа. 2 монеты. Ну, лови, я вот это хочу. Так. Лампа. Мне нужна масляная лампа. Вот, держи. Спасибо за покупку. Эх, барыга, блин. То есть, одна монетка стоила твою вот эту вот, а, блин, да? И горлянка. Хотя, при этом, ты теперь... Так, это угоряющая у нас, понятно. Вон, теперь 4 монеты стоит тыква горлянка. Слушай, ни хера себе. Давай я ее продам, нахер. Так, подожди. Вот эту штуку жидкая сосновая смола. Можно использовать как клей. А, талисман дракона. А, и теперь, типа, я отдаю этот талисман вот этому карпу? Серьезно? Ну-ка. Кс-кс-кс. Да точнее, это меня зовут. Ну ладно, не важно. Лови. Не благодаря. Я купил себе амулет, чтобы стать сильным и смелым. Но тебе он подойдет больше. Я так смел вообще. Я буду желать тебе удачи. Дам амулет. И ты, возможно, сможешь проплыть вверх по потоку. Хорошо, я попробую. Я хочу увидеть, что с ним случилось. А! А! Подожди! В смысле? Ты угораешь? Чего за прикол? Подожди, а как мне управлять им? Я могу стрелочками? Не могу. Чего за прикол? В смысле, кот? А! Это серьезно какое-то издевательство. Над карпом. Я не был к этому готов. А как мне постоянно вверх плать? Я что-то просто тупо 100-500 раз нажимаю на кнопку. Блин, если сейчас тут появится какая-то херня, я просто 100% получу урон. У меня последняя жизнь, кстати. Так, все. Была-не была. Была-не была. Была-не была. Опа. Ну что, я стал драконом. Я молодец. Надеюсь, он мне поможет. Вот я теперь убью вот этого. На берегу моря. Ну, тебе какой хороший. Здорово. Ну что, как оно тебе? Спасибо. Теперь я стал драконом. И благодарю тебя. Прими от меня в подарок этот жемчуг. Это семена жемчужного дерева. Спасибо. Спасибо. Тебе нужно на другой берег. Давай я и перевезу тебя. Так. Ну что, пацаны? Съели? У меня есть ручной дракон. А все потому, что я крутой кот. Водяной может быть опасен. Так. Ну ладно, че. На дальнем берегу. Ути, господи. Так, ладно. На этом мы закончим. Потому что сколько уже там времени? 25 минут ровно. Ладно. Всем спасибо тем, кто досмотрел до конца. Вот такая вот прикольная игрушка. Возможно, я... Не, я ее продолжил. Мне она достаточно понравилась. Поэтому подписываемся, ставим лайки, комментируем, рассказываем друзьям, смотрите аннотации, ставьте колокольчик, чтобы вообще было все замечательно. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.